Евгений Александрович, как вы оцениваете нынешнее состояние российско-армянских отношений на фоне того, что в ноябре Армения подписала соглашение с Евросоюзом? Я думаю, что в принципе особо ничего не поменялось. Армения хотела в Евросоюз подписать договор еще несколько лет назад, тогда не получилось. Ну стоит отметить, что в принципе на мой взгляд и по мнению экспертов это все равно без негласного согласия России не произошло, так как перед подписанием договора Серж Сарксиан приезжал на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что это все было оговорено, все эти нюансы. Понятно, что было возмущение определенной части политиков по этому поводу, до сих пор возмущаются. Ну мир меняется, все меняется и я вполне допускаю определенную какую-то новую игру политическую в этом направлении. Ну захотела Армения объявить, ну пускай покажет ей, что такое Евросоюз. Мы уже увидели на примере других стран. Мы не будем говорить каких, но об этом все говорят. Россия будет смотреть, наблюдать. В любом случае Армения, она как была союзником, так и будет. Пока, по крайней мере, многолетним. И резкие шаги, на мой взгляд, с ее стороны политического истеблишмента не будут допущены против России. Евросоюз, теперь НАТО. Армения и европейские страны, члены Североатлантического блока ведут переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Почему Армения упорно стремится на Запад, учитывая, что Россия постоянно дает кредиты на вооружение, причем делает это бесплатно, можно сказать? Стоит учесть, что помимо того, что армян много живет в России, да, и там дружеские отношения, столетиями, там, также много армян, которые работают против российских интересов, большие диаспоры, как в США, так и в Европе. И это, ну, противовесы, соответственно, те тянут на себя дело, наши тянут на себя дело. Армения же своеобразная республика, ну, дали ей государственность, да, помогли большевики дать государственность, вот, ну, и ее качает из стороны в сторону. Главное, кто кого перетянет. Россия сейчас очень сильна, и Сирия это показала. То есть, Запад со своей стороны пытается раскачать эту республику против России, да, мы видим, как это у них получалось в других странах. Крупнейшее посольство Америки находится, едва ли не в мире, находится на территории Армении. Соответственно, это разведчики, это советники всевозможные, которые играют свою игру в этом регионе. Ну, Россия, я думаю, не дремлет. Ну, независимость Армении во многом обеспечивается за счет России. Обеспечивается за счет России, и я думаю, что сам армянский народ это понимает. А вот армянский эстеблишмент политический, он пытается тянуть, как говорят, у нескольких нянек, да, там, что-то взять. Это нормально для армянского политического эстеблишмента. И там попытаться, и там попытаться, но я не думаю, что Россия позволит уйти из-под своего контроля. В прошлом году в Армении, как всем известно, в центре Еревана установили памятник нацистскому приспешнику Гарегину Нжде. Тогда Россия осудила. МИД вашей страны заявил о том, что непонятно, зачем установлен этот памятник, но потом все утихло. Сейчас снова этот вопрос стал актуальным. На ваш взгляд, как расценивать такие действия Армении? Тем более, если российская общественность, политологи, депутаты призывают снести этот памятник. Я вам скажу честно, да, вот как. Мне в последнее время даже сами армяне звонят, разные, на телефон, он у меня открытый, и говорят, почему вы так ненавидите Армению? Я говорю, почему я ненавижу Армению? Я хорошо к ней отношусь, к народу хорошо. А вот то, что делают политики, ставят памятники фашистским приспешникам. Я говорю, как же могли бы отнестись к этому те же великие маршалы Баграмян, ну, кто воевал против фашизма, да? Для России Георгий Нжде – это не герой, это он для вас герой. И попытка героизации фашистов на территории постсоветского пространства не одобряется России. Это происходит во многих республиках. То, что Россия сначала возмутилась, а потом утихла, ну, у нас очень сильное армянское лобби. И опять же, все-таки эти взаимные политические интересы, союзничество не позволяют в полной мере высказывать свою точку зрения. Мы видели, как на телеканале «Звезда» сначала сказали, и мне очень понравилось, как ведущая этого шоу, Вероника ее, по-моему, зовут, она мне очень близко к сердцу было то, что она говорила. То есть, у нас любая попытка героизации тех же власовцев, бандеровцев – это фашисты. Армения себе это позволила, да? То есть, нужно четко расставлять приоритеты. Вы с кем? Да, может быть, для какой-то части населения он там и герой, но он все-таки фашист. И если вы союзники России, да, то вы должны все-таки как-то обходить эти темы более мягко. Плюс в России, там, в Армавире, Гарькин-Унждена частные деньги поставили памятник, да, там, бюст. Было огромное возмущение, и все это сошло на нет, да. Ну, много вопросов, на которые пока я не могу дать ответы. Все понимают, какие должны быть ответы, но в силу определенных причин их нет. Мы видим, что в Москве, там, есть клубы имени террористов мировых, да, Манты, Мелконян, да. То есть, он был же осужден за террористический акт в парижском аэропорту Орли. То есть, это тоже вызывает вопросы. Ну, у нас очень много, так сказать, этих внутреполитических движений, да, таких. У нас много представителей армянской национальности, ну, во власти, да, там, еще где-то. И это лобби, да. То есть, я не говорю, что это плохо. Ну, то есть, ну, на мой взгляд, если вы граждане России, вы должны защищать, прежде всего, интересы самой России. А если идет двойная игра, то с этим надо разбираться. То есть, я как бы не против. Вы со своей стороны решили разобраться и подготовить фильм о героизации фашизма. Да, я сделал уже сценарий о героизации фашистов, да. То есть, он как бы затрагивает тему героизации фашизма и в других республиках. Но я как бы акцентировать буду именно на Горьгенеджде, на других террористах, которые как-то обходят стороной, внимание, российские СМИ, которых героизируют на территории России. То есть, это же те случаи, которые стали известны громко, громкие, да, там, Бюст, Жде, на самой территории, да, Мелконян. А есть еще, и этим мы занимаемся. То есть, мне уже доложили, что в некоторых городках тоже происходят такие моменты и опускаются. Вопросы не поднимаются. То есть, возмущение общественности, оно сходит на нет. Но я думаю, что наши органы и правоохранительные органы в итоге обратят на это внимание, а мы им поможем. Когда мы сможем увидеть этот фильм? Знаете, я попытаюсь до Нового года. Но я думаю, что, скорее всего, в январе я выпущу сюжет. Вот, надо качественно, у меня просто много работы, а здесь надо основательно подойти, чтобы, опять же, не обидеть армянский народ. То есть, объяснить им, что не нравится россиянам именно в данном, так сказать, моменте, почему мы реагируем так. Представляете уже их реакцию армянской стороны? Я думаю, что, вы знаете, я беседовал, у меня же много друзей армян тоже. Очень многие, которые давно живут в России, они были, помимо того, что возмущены подписанием договора с Евросоюзом, то есть, они просто говорят, как, это же, мы же русские, как такое может быть? И достаточно неоднозначная реакция на памятник тому же нжде. Кто-то помогал его строить, а кто-то был резко против. У кого родственники воевали, они против, а те, кто не воевал, и которые забыли совместную историю с Россией, да, как, они же позабывали, в принципе, я так думаю, иначе такого бы не произошло. То есть, влияние из других политических сил на установку памятника Гарригино-нжде, оно всеобъемлющее. Я думаю, что просто переиграли те силы, которые были заинтересованы в этом памятнике, те силы, которые были против, потому что, ну, я думаю, общество у них и самих разделилось по этому поводу. С чем, в частности, вы связываете такое поведение Армении, стремление к Западу, отказ снести памятник Гарригино-нжде? Вы знаете, Россия большая держава, и она, так сказать, всегда несла некую имперскость, да, то есть, как бы, империя, и это сидит в нашем народе, да, и, соответственно, четко принимать какую-либо сторону мы не можем. Мы должны, ну, я так думаю, мы должны принимать сторону общего благоденствия, чтобы было и тем, и другим, и третьим хорошо, скорее всего. И поэтому и получаются отсюда такие вот казусы, там, одним прощаем, другим разрешаем, третьим запрещаем. Ну, так есть, это так устроена мировая политика. Я не думаю, что здесь связано это с Нагорно-Карабахским конфликтом, я думаю, что здесь другие причины. Они всегда возмущены поставкой вооружения Баку, армянская сторона, постоянно об этом пишут. Но мы же отвечали им, что мы, Баку, это наш партнер, один из ключевых партнеров региона, и поэтому, если не мы, то займет кто-то другое это место. А стратегическое партнерство ни на что не променяешь. То есть, Баку, такой же союзник, ну, просто Армения исторически там как-то претендует на первенство, но Баку тоже союзник и друг России, Азербайджан, друг России. Как и сейчас мы видим, выстраиваются отношения с Турцией, да, Турция, это вообще стратегические партнеры Азербайджана. Соответственно, мир меняется, и все может поменяться уже в ближайшее время. В том числе и, я так думаю, проблема Нагорного-Карабахского конфликта должна быть каким-то образом урегулирована окончательно. И к этому я вижу много предпосылок, участившиеся встречи. Опять же, игра Армении с Западом тоже это не на руку Армении. Соответственно, идет в пользу Азербайджана это все идет. То есть, такое постепенное поступающее движение. Я думаю, что недолго осталось ждать возврата территории, по крайней мере, оккупированных районов. Ну, а после и самого Нагорного-Карабахского. А после уже, да. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Не за что спасибо, всегда рад. Напомню, о российско-армянских отношениях мы говорили с российским экспертом по международным конфликтам Евгением Михайловым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова